Из дневника Королёва Василия Максимовича Дань памяти моим сослуживцам и землякам Война и моя правда, как это было Текст читает Андрей Прокопьев Всё написано от первого лица, со слов и записей Королёва Василия Максимовича О начале войны сообщили в 12 часов 22 июня 1941 года, приехавший из Усвят В деревне Пруд прошёл митинг Около правления колхоза от 17-летних пришлось высказаться и мне Смысл слова был таков Мы, молодёжь, будем заменять ушедших на фронт здесь А если нужно, сами пойдём защищать Родину За 2-3 дня все мужчины были мобилизованы Забрали всех лошадей из колхоза В деревне остались старики и бабы, молодёжь В первые дни меня назначили охранять на ночь мост Через реку Ловоть, в деревне Ушит В сельском совете выдали ружьё, без патронов Охранять я пришёл не один Однако ночью все ребята разбежались по домам И я остался один Под утро со стороны Усвят подошли машины с военными Мне пришлось их остановить и проверить документы О своих действиях я не имел никакого понятия И не знал, что я делаю Если бы в машине оказались немцы, то со мной могли бы легко расправиться Это я объяснил в сельском совете А в первых числах июля молодёжь и старики были направлены на роте окопов И противотанковых рвов Рыли у деревни Захарки и деревни Чурилова Руководил нами молодой лейтенант А в деревне нужно было перегнать весь скот колхоза в район города Белый Мать доярка, ей пришлось гнать скот, а мне не разрешили Мы копали до 8 июля И над нами часто летали немецкие самолёты Они сбрасывали листовки, хвалились своими победами, просили не копать Так как и к танке здесь не пойдут Было ясно, что немцы хорошо информированы 11 июля в субботу я решил сходить домой, переодеться, помыться в бане Да и кончились продукты В воскресенье я должен вернуться назад И именно в воскресенье утром послышалась стрельба и взрывы в деревне Узкое Из деревни Пруд был виден пожар, что горит школа и идёт стрельба в деревне Узкое Позже рассказали, что из деревни Рудакова идут танки и стреляют по церкви в деревне Узкое А в деревне Узкое были наши солдаты, человек 10, но их вооружение не позволило вести бой Немцы свободно захватили дорогу, Невелю святы Часть их двинулась на Невель, а часть на усвяты За деревней Пожары в районе Кляжево-Бора по немецким танкам стали бить наши пушки И два танка были подбиты, они стояли всю войну в обочины Это было 12 июля, и война пришла в наши края По шоссе сплошным потоком пошла техника немцев Многие из нас не видели, сколько техники, и в нашей деревне немцы не появлялись Потом стали появляться фуражеры и грабители, которые забирали зерно, скот, кур, масло, яйца, сало И все, кому что нравилось Забирали нагло, крупный скот стреляли здесь же и увозили Разграбили все улицы пчелами В это время вернулась мать с Марусей Немцы вернули их и скот из-под велижа По полям бродили стада брошенного скота, овцы, свиньи, коровы Они уничтожали наши посевы, и нам пришлось перегнать их через реку ловить Колхозный скот раздали по домам Правда, после и это отобрали немцы Они вели себя нагло, по-хозяйски Тогда я первый раз ощутил их порядки Пешком они не передвигались, использовали технику или же велосипеды Приехали к нам в деревню велосипедисты и стали отдыхать Так как дорог у нас практически не было, их велосипеды все в грязи Зовет меня здоровый немец, показывая жестом, чтобы я почистил и помыл колеса Исполнив, я хотел уйти Однако немец вдруг швырнул меня на землю и начал сбивать ногами Подкованные сапоги заставляли меня орать, изнемогая от боли И здесь вступилась за меня мать Немец поднял бинтовку на мать, остальные захохотали Лупача на своем языке, не пойми что Мать смело подняла меня и увела прочь Немец не стал стрелять, плюнул и пошел Всем стало понятно, что стрелять могут не только животных В районе немцы быстро организовали свою власть Старостые колхоза назначили старого человека из деревни Рындина Семена Васильевича Который еще при царе побывал в чине старосты Управление разместилось в школе Сейчас там стоит клуб На стенах школы повесили портреты Гитлера с надписью на русском языке Гитлера освободитель Колхозы не разрешили распускать Руководил колхозом староста Все работы по уходу за посевами, заготовки сена по решению староста Ему в помощь набирали полицию А именно приступ, недовольных советской властью Однако и нашу местную молодежь, желающих покомандовать Полицаем платили деньги, давали продукты Хлеб, соль, керосин, спички, табак и многое другое Немецкая пропаганда говорила Конец Ленинграду и Москве Даже вернувшись из окружения, наши бойцы говорили О плаченном состоянии армии Да и мы видели хорошо вооруженных, рослых и крепких фашистов Многие мои сверхники из деревни Пожары, деревни Кляжи, деревни Северики Начали меня агитировать для вступления в полицию Моя мама отрицательно отнеслась к их предложению Все эти привилегии и относительная несложность работы выльются им боком Впоследствии так оно и вышло Многие были расстреляны или погибли в лагерях Молодежь шла по своей воле в полицию А был один окруженец Артем Шитиков Он был членом партии и обязан был зарегистрироваться в комендатуре в поселке Усвяты Новая власть вопрос ставила следующим образом Коммунист, идешь в полицию, нет, расстрел Артем, воевавший в Красной армии, отпущен немцами из окружения Видел развал всей нашей армии Деваться было некуда и он пошел в полицию Его работа заключалась в доставке продуктов и фуража в поселку Усвяты Нужен поросенок немцам Они к старости А старость в свою очередь к Артему И он уже ведет немцев к хозяину поросенка Полиция организовала сбор урожая Часть отдали колхозникам Остальное забрали немцев Впоследствии выгребли абсолютно все Порядок и дисциплина поддерживалось силой За все был расстрел Как-то старость приказал мужикам провести сено в поселку Усвяты к 12 часам Но мужики не поспешили и не смогли уложиться ко времени За опоздание все получили по 10 ударов палкой по ягодицам После все старались выполнять все в срок На 1 мая 1942 года старость неопределенно назначил работу Немцы знают, что с 1 мая праздник И видят, работа не сделана Собрали всю деревню Мужиков отдельно, баб отдельно С мужиков сняли штаны И по 25 ударов палкой Многие старики встать уже не могли Новый порядок был установлен Фронт был слышен, шла битва За город Великие Луки Никакой информации о фронтах не было Только то, что говорили немцы Поблизости к партизанам не было А говорили, что в лесах деревня Циркович есть И руководит имя 1-й секретарь райкома партии Ермолаев Мы, молодежь, занимались заготовкой дров, сена И часто встречались в лесу нашу разведку Немцы боялись партизан И я был чуть не убит немцами А было так Возвращаясь с работы Из-под деревни Барсуки Я отпустил лошадей К реке Копанка В районе, где живу сейчас Бадулины И слышу крик Анюты, матери Марии Семеновой Не стреляйте, не стреляйте Это наш, прудовский парень Идет с работы на обед И показывает на мою хату А мне немец уже готов был выстрелить Когда я подошел Он вырвался и ушел к себе В другой раз, возвращаясь с полей Деревни Курганы Нас встретила Группа немцев И скрикали партизан Приказали бежать в сторону леса Было ясно, если мы побежим То нас сразу расстреляют Спасли опять нас женщины Из деревни Пруд Много раз Власть хотела привлечь меня К себе на работу Но мать спасала Власть решила поставить меня Лесником И опять моя мама Меня спасла Теплые вещи, собранные в деревне Нужно везти В поселку Святы А потом в город Витебск Давыд Герасимов Назначает меня везти Но моя безграмотная мама Говорила Сегодня немцы А вот завтра Неизвестно кто Отвечать будешь ты Она уложила меня в постель Натерла луком И еще чем-то Я стал красный Поднялась температура Так она меня Больного спасла От работы на немцев Ребята от 17-ти Старших В деревне Пруд Было 8 человек Ваня Бояринов Гриша Воронцов Ваня Будьков Другой Ваня Будьков Белый Так как волосы у него были белые Коли Семенов Антон Семенов Василий Семенов И еще 5 человек Из деревни Рындина Были и девушки нашего возраста Мы часто собирались около школы И пели песни Танцевали И играли Война войной А молодость Плескила снаружи Фронт далеко ушел От города Великие Луки К Москве Немецкие самолеты Стали реже летать Машин и техники на шоссе не было Немцы постоянно передели Что Ленинград и Москва взяты Наступило затишье А вот 28 января 1942 года Со стороны деревни Циркович Летит наш самолет И стреляет по дороге Усвята Невель Какая радость была для нас Врут немцы Жива наша армия И в этот же день Бой около Усвят Это пришли наши войска Освободили Усвяты И пошли на Витебск Освобождать Усвяты было легко Немцев было с десяток Это сейчас понятно Сплошного фронта У наших немцев не было Взять Витебск Сходу не получилось Пришлось отступить В деревне Прут осталось 10 солдат Оборванных, завученных и голодных Они ничем не занимались Просто отсыпались и отъедались В феврале все Трудоспособные населения Направили в деревню Барновалово Для возведения укреплений Все укрепления делались из снега И поливались водой Все делалось вручную Потом этот снежный вал Минировался Но недолго нам пришлось трудиться Бестолковую работу Остановило наступление немцев Со стороны Невеля Немцы начали стрелять Из минометов по деревне И мы разбежались А войска отступили в усвятые Я через деревню Козадоево И деревню Курганы Прибежал домой Забрал кое-что из имущества И мы с матерью Выехали в деревню Северики Туда убежали многие прудовцы Но немцы в деревню Прут Не пришли И многие вернулись домой 22 февраля колонна немцев Двигалась от деревни Узкая В деревню Прут Я и многие решили уйти В деревню Церковище В армию Там была советская власть И мы пошли в деревню Церковище К нашим Нас привел Ермолаев Кого-то отправил домой Кто не подходил по возрасту А остальные написали заявление Добровольного вступления в армию Немцы основательно решили Закрепиться на рубеже деревень Курганы, Прут, Кляжи Вырыли Вырыли страншеи Окопы, колючие проволоки Минировались все подходы А мы В Церковище И здесь я впервые понял Как война несправедлива к человеку Ирвалаев приказал расстрелять Артема Шитикова Как врага народу Нас это шокировало Всех призывников направили В район Торопца Запасной полк Калининского фронта Началась моя служба в армии Мне было 18 лет И 4 месяца В полку нас надели Валенки Ватные штаны Фуфайку Шинель Шапку Шанку Все теплое Новое И добротное Стали с нами проводить занятия Строевая Стрельба Из винтовки По 3 патрона Я в мишень не попал Вся подготовка проходила С 28 февраля По 5 марта А с 5 марта Нас Готовых бойцов Направили 1124 Стрелковый полк 334 дивизии 4 ударной армии Ведущий бой за город Велиш От Торопца до Велиша Мы двигались стихийно Небольшими группами Самостоятельно Каких либо командиров не было Дорогой нас не кормили Промышляли кто как мог Под Велишем Начали встречаться Своих земляков Уже раненых Они были в бою И нам было интересно Что да как Оказалось Ночью всех Их привели в траншире Переднего края За сутки до нас Дали винтовки А утром Многие были убиты И ранены Все Все атаки Днем Или ночью На Велиш Пехота вела без артиллерии Одними винтовками Многие без патрон Немец засел в зданиях С толстыми кирпичными стенами И густо стрелял Из автоматического оружия Минометов Танков Бомбя самолетами И так продолжалось Не один месяц Вся территория была Покрыта убитыми И в летней форме И в зимней Бывалые ребята Рассказывали Что убивают Первыми пулеметчиков По ним Густой минометный огонь На сборном пункте Раненых В кровавых бинтах В грязи Орут как пьяные Ждут отправки В тыл Здесь нас построили Отобрали Бывалых солдат В разведку А остальных Разбирали командиры Кого куда Меня спрашивают Сколько классов образования Я ответил И командир Вручил мне пулемет Дегтярева Будешь пулеметчиком Я понял Явная смерть Командиру говорю Что я ни разу Не стрелял Не видел пулемет И у меня не получится Командир делает Зарядку Перезарядку Все понятно А стрелять научишься Завтра Вот беда Куда деваться Заходит другой командир И спрашивает Кто хочет Быть минометчиком Я миномет не видел Но только Не пулеметчиком Ставлю в угол пулемет И командиру Я согласен Он собрал нужное количество И увел нас Всю ночь мы шли Куда-то Подвелиш Мороз И в южной погоде Голод Выбили нас из сил Кто присел Кто сразу засыпал Но нас Всех подняли Заставили делать шваши И разводить костры Из пищи дали По кружке ржи И больше ничего Мы съели зерно Сухую Как семечки Так я попал В роту 82 Миллиметровых минометов Командир Молодой лейтенант Из кадровых Из заместителя Политрук Из запаса Командир Командир Назначил меня Своим посыльным Моей обязанности Входило Позвать того Передать тоты И делать шалаш Дрова для костра Сходить на кухню За едой Для командира Фронтовикам Давали по 100 грамм Водки И табак Так как я не курил И не пил Все шло командиру Однажды Вместо табака Дали сахар А с командирами Была Постоянно беда Поужинают Со спиртом И начинают спорить Делить власть Уточняют Кто же из них В роте главный Командир Политрук Спорят пьяные До мордобоя А потом зовут меня И спрашивают Ты кого подчиняешься Кто из нас главнее Я отвечаю Я подчиняюсь вам обоим Командиру роты И политруку Политрук Быстроит пистолет И орет Ты не увили Отвечай точно Кто из нас главный Я не знал Что и говорить Что делать Пьяный Разгоряченный Спором Пристояет И все тебе Передавая На фронте Все спишет Кто спросится За солдатом Когда смерть рядом Хорошо Что алкоголь Свалил их И остался жив Такие случаи Происходили часто И везде До 43-го года Тогда в армии Было введено Не на начале И правильно сделано Для пользы Общего дела Командир руководит Командует А политработники Занимаются своим делом Война продолжалась Я на передовой В двух километрах От противника Командир находится На наблюдательном пункте На дереве Дает мне команды И я передаю минометам Но стреляли мы мало Не было боеприпасов После нескольких выстрелов Меня меняли позицию И здесь я должен Построить шалаш Командиру И выполнять Обязанности посыльного Постоянный голод И усталость Валили нас с ног Как-то я задремал У костра И у меня сгорел Порядочный кусок Рукава шинели Пришлось долго Ходить с одним рукавом Пока командир Не приказал Отремонтировать форму Старшие вояки Посоветовали Отрезать рукав Убитого Их было так много И их никто не убирал Я пополз к убитым И отрезал рукав Здесь начал стрелять По мне снайпер Уползти их своим Не получается Я пролежал до ночи Кое-как я пришел Рукав к шинели Голод и холод Холод выматывал нас Да и в стране Не хватало продовольствия Все хлебные районы Были захвачены немцами Снабжение Вельческой группировки Войск Шло от станции Торопец На Иллино Через кресты К Вележу И по разбитым дорогам Путь немалый Около 200 километров Нужна была железная дорога Чтобы потом И было сделано А мы в 42 году Все страдали От отсутствия Обеспечения Главных боеприпасов Оружия И продовольствия Людские ресурсы Приходили Своим ходом Каждый день Обеспечить их Полностью оружие Не получалось А атаковать врага Нужно было Каждые сутки В атаку Шли в основном Сура Практически без оружия Поэтому чаще Атаковали по ночам Очень редко Привозили мороженый хлеб В буханке Раза в 3-4 Больше чем сейчас В магазине Хлеб делили Порвну На всех Распиливали пилой Кусочки хлеба С крошками Раскладывали на Палатке Один из нас Отворачивался Ему говорили Кому И он отвечал И в ванную И так по очереди Все ревнивы следили Задлежом хлеба Горячую пищу Привозили совсем редко Жидкий суп Из пшена Других не было Тогда мы шутили Привезли суп Ритатуй По краям вода А в середине Хуй Суп где Крупинка За крупинкой Гоняется С дубинкой Поэтому голод Заставлял Есть все Чем Можно было Обмануть И набить Желудок Убитую лошадь Мандиры Мы съели За ночь Не варивши По ночам Притаскивали С нейтральной полосы Ползнившее Мерзлое мясо И варили его В ведрах Несколько раз Меняя воду Все пенилось И воняло Долго варили Пока не получалось Нечто похожее На еду Это было Жесткое Тягучее мясо С утратительным Запахом гнили Но голод Требовал И мы это ели Постоянный голод И холод Бомбежки Безысходность Нашего положения Приводила к безразличию И происходящему вокруг В расположении Нашей роты Находились Штабные машины Санбат Повозки С боеприпасами Редкий лесок Был забит Плотно войсками А кругом Болото Наше расположение Хорошо просматривалось С воздуха Начался обстрел Наших войск Снаряды рвались Долго и плотно После этого Налетели самолеты Началось что-то страшное Вся земля Все что на ней было Поднялось в воздух Меня подняло И бросило в воронку От бомбы Не получив Видимых травм Я безразлично Смотрел на происходящее Прошло много лет Но эта жуткая картина У меня осталась В памяти В подробностях Бегающие люди Лошади укрыться Нет возможности Лошади оторвало морду До самых глаз И кровь Христалла фонтаном Она падает Скакивает Бежит Опять падает Человек без ног Ползет по упавшему дереву Лицо перекошено Что-то ударяет меня И падает К моим ногам Это голова Человека С окровальными ошметками Я закрыл лицо руками И отдался на произвол судьбе Обстрел быстро прекратился В тишине стали Слышны крики раненых Рев животных Все кругом горело И был сильный запах Взрывчатке Оставшиеся командиры Стали собирать людей Кругом все перепахано Везде трупы Людей и лошадей Хоронить было некому Да и некогда И здесь я остался жив И даже не ранен Немецкая бомбежка Выбила нас почти полностью Остались единицы Утром опять пришло пополнение Таких же обочины Как я И все в атаку На деревню Миловиды Наши редкие цепи Опять были выбиты Пулеметным огнем И здесь меня Судьба миновала Моя шинер была в дырках И даже ботинок Разрывала в клочья Деревня Миловиды Находилась по дороге Велиш-Себеж Это был опорный пульт Перед Велижем И дорогой на Витебск Немцы обровняли Их очень грамотная стойка Хорошо вооруженная Со связью По дороге быстро Легко перебрасывались Резервы и технику Они жили в деревнях В теплых землянках На господствующих высотах А вот мы в болоте Без наличия дорог И минимального снабжения Не обучены Без припасов Только одно ура Не один месяц Мы шли в атаку Для взятия города Велиш А немец укладывал Передний Край нашими телами Здесь были И в шубах В шинелях В гимнастерках Белые маскалаты Без снега Смотрелись жутко Даже захватив Деревню Миловидово Ночью Мы не в силах его держать Немец техникой Уничтожал нас В живых остались единицы В их числе был и я С годами я профессиональный Военный офицер Могу рассказать правду О цене наших штыковых атак В руководстве Войсками Должны быть обученные профессионалы А не горлопаны Пронадлежащие К каким-либо Фамильным партиям Я уже отмечал Что с боеприпасами Было намного хуже Чем плохо Командир не мог В виде врага Уничтожить его Без разрешения Ушестоящего начальника Пока приходило разрешение Из-за плохой связи Смены обстановки Приходило стрелять Отковать пустоту Так как любой приказ Нужно выполнить А в апреле Фашисты решили Отбросить нас От Миловидова Их артиллерия Минометы Авиации За короткий срок Решил эту задачу Мой ротный Спасая нас Дал приказ отступить На втором километре В тыл На 2 километра в тыл А там нас собрали Дали по 10 патронов К лентовке И всех в атаку Спасал нас от гибели Наступившая ночь Здесь меня забирает Командир И отдает подчинение Комбату Комбат Младший лейтенант Отдает песенный приказ Мне И я как посыль Возвращаюсь с приказом Утром взять утраченное Ротного уже не было Он раненый В челюсть Лежал в шалаше За ротного Остался политрук Ротный командовать Стал сержант Раненый в руку Из-за того что Политрук был пьян Смотрю на нейтральной полосе Среди убитых В мой землях лежит раненый Просит о помощи Прошу разрешение Сержанта вынести раненого И он сказал мне Делай что хочешь До раненого метров сорок Голое поле Я пополз Рана оказалась тяжелой В живот Кое-как собрал внутренности И поволок его к нашим А у нас и перевязать нечем Завернули в палатку А меня отправили за его оружием Я пополз за винтовкой А ними стал стрелять По мне из пулемета Мне не здесь повезло Остался жив И принес винтовку Мой земляк не выжил Он лежал мертвый Среди раненых И покалеченных Весна Болото днем Оттаяло Кругом вода А мы в теплых штанах И валенках Ночью мороз И валенки замерзают Беда Кормить прекратили совсем Вонь от разлагавшихся Оттаящих трупов Людей и животных Сводилась с ума живых Холод и голод Подталкивали Узбедные безрассудные Постудки От протухшего Ползнившего мяса Начинались кровавые поносы И меня это не миновало Вот здесь я попадаю В тыл в госпиталь Там анализируя Свой боевой опыт Я сделал вывод Не попал в пыльмеметчики Остался жив Стал минометчиком Связным Остался жив Все продавцы Воевали здесь За город веришь Многие остались Здесь навечно За мой год И 9 месяцев Боев за веришь Многие погибли Бездарно Я в госпитале С поносом Разобрались быстро Но дистрофия И куриная слепота Отправила меня дальше В тыл на лечение На спину Таким как я Нашивали Белый лоскут материи Чтобы мы могли Видеть друг друга Куриная слепота Проявляет себя странно Утром видишь все А чуть смеркается То все как во мгле Это нехватки витаминов Лечили нас Сравнительно хорошим питанием А витамины Отвар хвои Зрение к концу апреля 1942 года Восстановилось И меня отправляют В команду выздоравливающих Забирают Комендарскую роту Четвертую ударами Армии На берегу реки Западной Двины В шести километрах От города Вереж В деревне Нижний и верхний Извоз Я стал охранять Переправы и мост Моим командиром Стал старший лейтенант Минин АВ 1920 года рождения Тоже выздоравливающий У нас в комендатуре Было 12 солдат Мы охраняли мост И жили в деревне Меня как самого грамотного Оставили у телефона Регистрировать задержанных Все гражданское население Выселено Глубоко в тыл Моя служба в комендатуре Дала возможность Немного ожить Вернуть зрение Я приоделся Шил сапоги из брезента Форма была чистая и новая Иногда нас бомбили Обстреливали Но судьба меня берегла До мая 1943 года Я вырос в звании До сержанта Наладил связь с матерью Комендант по служебным делам Часто ездил в тыл И брал меня с собой Верийский район Граничит с моей малой родиной И я встретился с матерью В мае 1943 года К нам прибыл новый комендант Нас всех отправили в запасной полк В полку через неделю Меня назначили Помощником командира взвода На передовой норма питания Была первая А в запасном полку Вторая Служба в запасном полку Была впроголодь Постоянно проезжали командиры И набирали людей на фронт И я попал в инженерный батальон Не зная суть этой службы Я опять в пекле войны Хотя батальон был гвардейским И мы передвигались на технике Гвардейцам больше платили И меня это радовало Так как эти малые деньги Попадали к моей маме В батальоне было много Старых кадровых Знающих свое дело специалистов Основное оборудование батальона Складные понтоны Они перевозились автомобилями Понтон мог везти 6 человек Как лодка Несколько понтонов вместе Плавучий мост Меня назначили на должность Помощника политрука Я должен разносить почту И выпускать боевые лески Но основная моя работа Сготовка леса Распиловка Постановка И снятие мин Подготовка и учеба Шла днем и ночью В августе 43-го года Меня назначили Командиром отделения Это 10 человек Годившихся мне в отцы Я стал как гвардеец Служа в ударной армии Высылать матери по аттестату Деньги 200 рублей Деньги небольшие Но говорили моей матери Что я жив Я был деревянским парнем А работу топором Меня учил мой подчиненный Хороший плотник Яковлев Фронт передвигался на запад И мы с ним Под Смоленском Везде выжженная земля Трубы печей И ни одной живой души Здесь мы строили гати Мосты для продвижения Войск вперед Весенняя распутница И отсутствие дорог Выматывало нас Но мы задачу выполняли Проход войск танков И прорыв по болотам По бездорожью Прошел успешно Нас сажали на танки По 5 человек И мы в прорыв Если танк застревал в грязи Мы помогали ему выбраться Первая траншея немцев Под Смоленском Была перепахана Работа артиллерии Не то что в 42-м году Разбитая техника Кругом Трупы немцев Во второй траншеи Немцев По нам еще Стреляли пулеметы Но наш танк Их уничтожил Так мы углубились На 2-3 километра Стали попадаться Наши сгоревшие танки Из-за постоянных взрывов В ремонт баторов Не было страха Одно желание Не свалиться с башни Не быть раненым В районе Духовщины Мы вылезли На дорогу Танк пошел вперед А нас саперов оставили Все сразу попадали Во враги И уснули Состояние было такое Что мы как будто Таскали что-то тяжелое Руки дрожали Било озноб Во рту пересохло Это состояние Мне часто снилось Уже намного позже Мирной жизни Глупость Кто говорит Что на войне Не страшно Еще в 42-м году Подвелижем Я видел После штыковой Атаки Выживших Дрались Все что было Штыком На палке Лопатами Зубами А после этого Сходили с ума Всегда перед боем Бьет мандраж Потом уже идешь В общую массу Знаешь что Может покалечить Убить Перед тобой убивают людей А ты идешь И идешь за собой людей Кто-то упал А ты равнодушен Твоя задача С живыми вперед Не знаю что это за состояние У человека Страх Геройство Но это жутко Страшное состояние человека Вот мы Отлежались во враге Начали разговаривать Шутить Кто больше наложил в станы Стали приводить себя в порядок Поставили шалаш Развели костер Вдруг взрыв Мы отдыхаем На минном поле Прыгающие мины Подпрыгивают на метр И в радиусе Пятидесяти метров Триста шестьдесят шариков Убивают все живое Я оказался рядом с миной Остался жив А три сослуживца погибли Похоронив здесь же Мы пошагали дальше К духовщине Где шел бой К вечеру Нас отправили в тыл В город Демидов Здесь я Видел результаты работы Наших Катюш Вот и пришла гордость За нашу технику От позиций фашистов Ничего не осталось Хоронить даже нечего Вот мы в Демидове Армия пошла на Рудню На железную дорогу Смоленск-Витевск Весь день батальон шел за армией Дорога вся забита Убитыми нашими Немецкими солдатами И все мы двигались По кровавой каше Немецкая артиллерия Обстрелила нас Била хаотично Мало нанося урона С нами двигались Штабные и санитарные машины На одной из остановок Штабной машины Вышел наш начальник штаба Молодой капитан Писари девушки Владно сшитые В военной форме Разрыв снаряда Уничтожил машину Убил у начальника штаба Многих покалечило Писари девушки Оторвало ногу Выше колено Оторванная нога Еще долго Кружилась в воздухе Мне все это казалось Как на замедленном кино На многие годы Этот случай стоит Перед глазами Девушка без ноги Кричит мама Из лохмотьев ноги Хлещет фонтан крови Я уже видел много страшного На войне Но смерть молодой Красивой девушки Потрясла всех Не женское дело война Где-то впереди Идет бой И мы двигаемся туда Меня с моим отделением Посылают вперед В разведку Где пешком Где паском Из-за огня пулеметов Мы по кювету Добрались до нашего танка У него перебиты гусеницы Отремонтировать Из-за плотного огня пулемета Нет возможности Экипаж танка указал Нам направление И мы пошли вперед Прошли более двух километров Пересекли шоссе А здесь наши танки Без горючего Куда дальше двигаться Непонятно Выручил шум Из нашего тыла Колонны танков И наш генерал На велесе Подошло наше подразделение Стрельба вокруг прекратилась И бой шел уже за рудню Мой командир Не стал слушать мой доклад А приказал выкопать укрытие Для каждого солдата И ждать К километре на горе Видны были немцы Они обстреливают нас Из минометов А мы сидим в своих окопах Уже третий год войны Мы все побыклись И разрывы Нас мало беспокоили А по звуку падающей мины Определяли опасно она или нет Но что-либо изменить Никто не мог Рядом с окопом Взрыв ударил так Что меня подняло И подбросило Ударило о землю И засыпало землей Когда меня откопали Вся одежда была в дырках Весь мешок Хлочья Болит спина Я оглох И не мог разговаривать А на теле Ни одной царапины Контузил у меня надолго Лечить негде Опять команда Вперед До рудни Окопались В пригороде рудни В огородах Где росла картошка Морковь Брюква Сиди в окопах Выгощаемся Дорами огорода Наша задача Не пустить немцев Через свой участок Наши вооружения Карабины У командира Автомат Просидели до темноты Подъемы в тыл Где нас ждали Машины батальона Едем в машинах Всю ночь Кругом идет бой А мы дремлем Рано утром Проезжали в Велиш Город весь горит Разрушен Переехали через Западную Двину По сгоревшим Деревням До деревни Кресты Повернули на Усмань По Большаку На Лежневку Через болото В деревне Цирковище Здесь остановились Я знал Что здесь живут Многие из моей деревни Пруд Мои речи Слух устанавливались Только тряслись руки В Цирковище Вижу Ивана Сына Филиппа Из пруда Я сказал ему Что проехал Со своей частью И остановился Сосновым лесу У озера Как только мы Расположились у озера Начали занятия По сборке паромов И лодок В основном Люди были опытные И мы Уложились в нормативы Утром Вызвали меня К командиру Сержант Королев Как ты мог Рассказать военную тайну И кому Откуда гражданские Знают про нашу часть Я ответил Что мы проехали Через мои родные края Я видел Из моей деревни Парня В деревне Цирковище А куда мы едем Я не знал И не мог знать Командир Посмотрел сурово Говорит Что это такие дела Сынок Могут расстрелять А сейчас На пушке леса Вас ждет мать Вам час времени Уже после войны Я узнал Что за самогон И сало Моя мама Упросила Командование На встречу со мной Люди Видевшие каждый день Смерть С пониманием Отнеслись к просьбе матери Часть пролетела быстро И я возвратился Под Миловидовым Даже похоронки нет Остались без вести пропавшими Я был с ними в бою Видел их живыми А намного подже Братской могилы Без имен Через несколько недель Мы опять оказались В наших краях На дороге у Святой Невель В деревне В Чурилово И Захарки Я передал весточку маме Что нахожусь там Где копал окоп В начале войны Мама знала Что это у деревни Захарки Она прошла Через передний край Через колючие заграждения Через минные поля И вышла на нашу часть Ко мне ее не пустили Нас перебросили В деревню Лехово И большую будницу Для ремонта дорог и мостов Готовилось наступление на Белоруссию Наша задача Разминировать проходы Для техники Мин было так Так много Что мы складывали их штабелями Многие мины были неизвлекаемые Их дергали Тридцатиметровой веревкой Взрывая Немцы были мастерами Ставить мины с сюрпризом Многие саперы погибли Бывало лежит на дороге Портсигар Или что-либо Другое Взял в руки Взрыв Мы восстановили мосты От Лехово До Ушида Я строил мост Чурилова На машинах Были направлены В сторону Станицы Езерище Там минировали мосты Шоссе Под городком Бухало И рвалось Потом нас перебросили К Невелю На Витебск В деревню Елес-Невель На берег озера На противоположном берегу Озера были немцы Мы напротив Здесь мы обеспечивали Дорогу под обстрелами Для продвижения техники Самой дороги Не было Сплошная грязь По борту машин Мост постоянно Нужно было наводить Не проходит и часто Мост разбит И все по-новому Я со своим отделением Заготавливал лес до моста Рядом с переправой Строим на берегу Следующий мост И ночью Восстанавливаем переправу Многие наши погибли Но задачу мы выполнили Меня тогда наградили Медалью за отвагу Отдохнуть после этого Не пришлось Нужен мост Для прохода танков За ночь В два километра от реки В лесу Мы его построили И на руках Перенесли Из-за непроходимости Техники 40 метровый мост За сутки построен Разобран Оказалось все Для тренировки Как-то мы за ночь Построили командный пункт Командующего Баграмяну Нас привели на небольшой бугур И сказали Ройте котлован Под командный пункт До фашистов Метров 300 И он пускает ракеты Стреляет с пулеметом А мы тихо роем Вырытый котлован Установили сруб из бревен Сруб разделен на две половины Одна для отдыха Другая для работы Полость тесанных жердей Покрытых хвойным лапником Вход по лестнице Командный пункт Замаскировали Он был готов к утру Вокруг бугра Было низкое место И нашу работу Начало заливать Грунтовую воду Не отдыхая Мы начали бедрами Убирать воду Но она не убывала Измученные Измазанные В глине Мы продолжали убирать воду У прихода Баграмяна Командующий Осмотрел нашу работу Преказал нам отдыхать Так как он здесь Засиживаться долго не будет Ему хватит и этого За войну я видел близко Еременко Суровый Грубый человек Баграмян говорил твердо Без грубости Без мата Просто Как обычно Ночью мы минуем Передний край Танкоопасное направление Ставим противотанковые мины А вокруг противопехотные Для затруднения Разминирования Земля мерзлая И мы засыпаем их Чем можем Наши мины видны Но танки пройти уже Не смогут Под утро мы едем В тыл На отдых Шарной сутрояк Накрывает наше подразделение Многие получают ранение В том числе и я Еле дошли до деревни Вытащили осколки Перевязались И завалились спать Самое тяжелое Было строить Устанавливать мосты Под обстрелом Когда идет наступление Мост метров двадцать Собираем в тылу И тащим к переправе Немец парит Из всех видов оружия А мы покруть в воде Наводим мост Скрепляя бревна скобами Многие погибают здесь Но меня Бог миловал После успешной нашей работы Пошли танки Мост просил Но выдержал Остатки нас отправляют На отдых Эти тяжелейшие бои Были за Витязь И районы Полоска Зима сорок третего Сорок четвертого года Не такая морозная А наша служба Делать дороги и мосты Строить ложные Стоянки танков Из жердей Каркас техники И покрывали корой ели Получался общий вид Стоянки танков Настоящие танки Делали следы вокруг Немцы верили Постоянно бомбили Нашу работу Мы открыто готовились К серьезной обороне Устанавливали мины Корючие заграждения Работали открыто Для врага И старались не скрываться Основную цель командования Делали скрыто По ночам От ночной холодной работы Я сильно простыл Покрылся чириями С разрешения Своего командира Роты Я ходил без ремня Мешали чирии А здесь вызывают Меня к комбату Я так и пошел к нему Без ремня Комбат отругал меня За внешний вид А потом говорит Что хотим Послать тебя Сержант Королев Учиться на офицера Образование твое Позволяет Да и война еще Нескоро кончится Успеешь повоевать Я был Растерялся От таких поворотов Судьбе Но согласие дал Сказал Что оправдаю Доверие родины Учеба на офицера В глубоком Тулу Не на день А на месяцы На войне Один день Очень важен Для жизни Собрав документы Мичунинское военное Инженерное училище С проездными документами Я отбыл В город Новосибирск Комбат отвез меня На шоссе Витя-Сневель На контрольный Пропускной пункт С девушками Регулировщиками В январе 44-го Закончилась моя служба В саперном батальоне 4-й ударной армии Жизнь сапера На войне Короткая Сапер ошибается Один раз Но мы работали Под огнем врага И даже с хорошей подготовкой Трудно остаться живым А у меня появилась Передышка В игре со смертью С февраля 42-го По январь 44-го Были тяжелые дни Для меня И для Родины Я сделал выводы Войны суровые законы Правильность Советов матери Мои деревенские ребята Ушившие работать На немцев Сгинули С клеймом Враг Хотя мы Воспитанные На коммунистических Идеях Не были трусами Но на войне Героизма мало Красивыми лозунгами Победы не совершишь До войны говорили Нас много Врага шапками закидаем А на деле Страшная бессмысленная Гибель людей Немецкий солдат Хорошо вооружен Одет Сыт Хорошо обучен Завевав пол Европы Пешком Не ходил Да и культура И грамотность Были выше И не все немцы Были фашистами Я видел это Еще в 41-м году Да, их удивлял Наш уровень жизни Многие считали Нас пещерными людьми Пропаганда Гитлера Дорого обошлась Немецкому народу Наши поражения В начале войны Не зависели от нашего солдата Виновато руководство страны Наше оружие Обеспечение солдата Снаряжение Было не готово Для войны Солдатские ботинки И два метра материи Обмоток Имеют особый разговор Обвернуть икры ног Выше ботинка Туго Ноги затекут Слабо Обвернуть Свалиться на ботинки Это серьезная наука А учиться нет времени Нужно воевать Да Мог фашист захватить Москву Но победить нас никогда Немец привык Как в Европе По дорогам От города Городу Продвигаться И воевать только с армией А у нас не дорог Да и зима бывает Каждый год После первых дней войны Народ осознал Что никто кроме нас Не спасет родину И все Как и я Пошли добровольцами на фронт Захлевываясь крови Хрипят натуги Мы учились воевать Большинство Желало встать в строй И умереть ради нашей победы Это качество нашего народа Сидит глубоко в голове В сердце Это некрасивые слова Это правда Гитлер не мог понять Что захватив район Основной промышленности Уничтожив Большинство кадров армии Весь народ Станет строить Сможет запустить промышленность На голом месте И станет выдавать Военную продукцию Гитлер не имел Столько людских ресурсов Значит не имел Такого количества солдат Как у нас А солдат главное И он решает все проблемы И нет ему цены Да техника это хорошо Но человек выдержит Все и победит Мы умирая под велижем Били фашистов Почти голыми руками А таких велижев По всей стране не счесть Через 40 лет После войны Я могу смело сказать Без украс Как было на самом деле В моем родном Деревне Пруде Есть своя хатынь Это деревня Бабанина Есть признанные Властью герои Костя Будьков Он тяжело ранен И не ушел из боя Руководил до победы И умер от ран Представлен героя СССР Посмертно Я видел много таких героев Они хорошо Если в братских могилах Без фамилии А то разбросаны По полям боев И не захоронены Немцы знают всех поименно Даже хотят погибших И их могилу законить Но это в будущем Нам тяжело их понять И простить По человеческим меркам Они правы Есть же за границей Могилы наших воинов Погибших еще в борьбе С Наполеоном История должна быть правдивой И солдат Воин не виноват Что он захоронен Не на родину А наши 25 человек Ушедшие под велишь Меловиды С 10-дневной подготовкой Шли в атаку умирать Кто со штыком Кто с лопатой Винтовкой без патрон Шли в бой Как герои А получили Воин без вести Пропавший Братскую могилу Без фамилий Только из колхоза Прут ушли на фронт Более 60 человек И не вернулись Они сломали хребет Фашистам Победили Многие остались в безвости Пропавшие У меня есть желание Уековечить их имена На родине Мой племянник Обещал мне это сделать И я ему верю Бывая на местах Первых боев Где погибли мои земляки Есть памятники Власть забудется О могилах Но чувствуется Какая-то казенщина Это приводит Нашу молодежь К безразличию И даже хамству Не переливаем Мы у молодежи Трепетно отношение К погибшим за родину Это святые места Политы кровью На западе Дравнов пересматривают Историю Великой Отечественной войны И уменьшают роль Русского солдата В победе Да и у нас Находятся такие Руководители и писаки Это страшно Когда подменяют Истинные ценности Бредовыми измышлениями Находясь На съеденных Должностях В Советской Армии Я не мог Объяснить закон О безвости пропавших Как говорит Мое поколение Таких законодатель В 1942 году Подвелишь Не кормить И с одной Гранатой Против трех танков А если останется Живой Расстрелять Как ураган Не выполнил приказ Победить Одна граната И три танка Не имеют Знака равенства По оружию Вот только тогда У любого здорового человека В этих обстоятельствах Появляется понос Но это не самое страшное На любой войне Нас ветеранов войны Возмущает Что люди Не нюхавшие пороха Выставляют свои произведения Молодежи Что вырастет Из этой молодежи Придет время И будут опубликованы Мемуары Жукова Горбатого Без цензуры Я видел этих людей Их дела Я сам Шел на смерть Со словами За Родину За Сталина Я глубоко верил В свои слова По моему Глубокому убеждению Сталин Герой Родины Он же и убийца Своего народа Твардовский писал Я знаю Никакой вины моей нет В том Что другие Не пришли с войны Но все же Все же Все же Горечь Неисполнимых потерь Бездарно Погибших В нашей памяти Должна быть вечно Низкий поклон погибшим В тех краях Где я воевал Клосятся Посев хлебов Отстроились города И деревни Как командир Начальник Я должен отвечать Молодежи на вопросы Жизни быта Ответы должны быть Понятны Убедительны Правдивы У каждого человека Может быть правда своя Истина едина То что сейчас я пишу Объяснить не могу Как коммунист Атеист Воспитатель молодежи Мне проще отвечать Прописными штампами А вопрос звучит так Если Бог Переживший страшное время И виден неоднократно Смерть Отвечаю Не знаю Из личного опыта Я убежден Что что то есть Все можно списать На случайность Но нет Я готов говорить Закономерность Поэтому на протяжении Моей жизни Отношение к церкви Бога у меня Нейтральное Я и детям Своим говорил Объяснял Что не понимаешь В этом вопросе Нечего хаять Моя мама Безграмотная женщина Говорила еще До войны мне Что моя прабабушка Глубоко верующая женщина Говорила о революции О гражданской войне Задолго до этих событий Моя мама знала О будущих коллективных хозяйствах О облучшении жизни О появлении железных телег О появлении железных летающих птиц Возивших людей Наступит другая жизнь Богаче Поэтому моя мама Одна из первых Ступила в колхоз Не понимая что будет И как многие другие люди Прабабушка говорила Что будет война в России Война будет в железных машин Царь в России будет Не русский И злой Но он победит в этой войне Что я внук буду На войне И останусь жив Сейчас я понимаю О чем был разговор То что будут Отстроены храмы Люди станут жить богато Я вижу каждый день Что рыбе станут Злые И будут жить Без радости в жизни И это тоже я вижу Каждый день Мать говорила Что будет последняя война Где погибнут все Человек будет радоваться Следу человека Яркое солнце Сожжет все живое Мне Офицеру страшно И непонятно Как безграмотные люди Могли знать Век назад О современных оружиях Уходя на войну Я на словах знал Что останусь жив А на деле видел Что невозможно Остаться живым В таких передрягах И так не один раз Объяснить это я не могу И повторяюсь Это не случайность О современной ядерной войне Не могу сказать Что победителей не будет Взрывы Хиросима и Нагасаки Это примитивный каменный топор По сравнению со современным оружием И неважно В какой точке земли Его применят Любые личные убежища Не спасут Погибнет все человечество Не хочется верить В это предсказание Молодежь Все в ваших руках Люди должны трудиться Рожать детей Укреплять и беречь Мир Радоваться самому ценному На земле Жизни В окончании моего запоминания Хочу сказать Для будущих поколений Моих родных Я крестьянский парень С тяжелой жизненной судьбой Был свидетелем Многих исторических событий В стране Я помню Как проходила коллективизация Организация колхозов В нашей стране Война Где сам я участвовал Видел нелегкие годы Восстановления родины После войны Пережил годы Холодной войны И активно участвовал В укреплении Обороноспособности страны Многое что здесь описано Взятые с памяти И не может претендовать На точные Хронологические изложения Только даты Военной службы Документально обоснованы Все остальное Писал Как умел Что помнил Что сам пережил Что видел По воспоминаниям Василия Максимовича Королева Жители колхоза Прут Прошедшего Великую Отечественную войну С 1942 по 1945 год На фронте От рядового до офицера Составлено В Калининграде В 1975 году Составлено Анатолием Бадулиным 2015 год В절ем ОFF В viralной датолюем Продолжение следует...